Основные блоки – скелеты человека. Костей у нас с вами скелеты очень новые, поэтому для простоты их делят на несколько главных команд. Первый блок, называется осевой скелет, идет вдоль центральной линии тела. Той линии, которая делит тело, причинит упуск костей. Плоскость, которая делит тело на левую и правую половинку, и плоскость, которая делит тело на брюшную и спинную части. Итак, длинная линия. А эти длинные линии у человека, какие части скелета стоят? Во-первых, вообще вдоль этой линии, что стоят? Позвоночник. Первая важнейшая часть всего скелета – позвоночник. Позвоночник. А еще что? Череп. Череп. Но перед тем, как череп крутится, от позвоночника отходят лёбра. Итак, осевой скелет включается от позвоночника и грудную клетку, стоящую за лёбрами. Как она устроена на самом деле, по коже с вами разберемся. Это важно для изображения человека. Просто когда вы рисуете людей, у вас очень заняты, почти у всех, изменено соотношение между брюшной частью тела, грудной частью тела, руками и ногами. Причем далеко не всегда это получается для того, чтобы какую-то хорошую идейку выразить или создать красивый образ. Честь всего, случайно получается. Вот давайте попробуем разобраться, какие здесь общие правила. Чтобы уже можно было менять, выразить. Итак, позвоночник, грудная клетка и череп, который венчает в сверху. Это ось, осевой скелет. Кроме осевого скелета, что у нас ещё есть? Какие-то таки скелеты. Всё остальное будет названо. Скелет конечности. Скелет конечности. Итак, два главных лука. Осевой скелет и скелет конечности. При этом, у нас в такой конечности есть, да? Рука, вот она, сквозь руку и ногу, проходит кости, вроде как скелет конечности. А теперь вопрос. Вы можете вот так поднять руку? Да. Отлично. А кто понимает, где находятся мышцы, которые совершают это движение? Одним концом она прикреплена к плечевой кости, а вторым концом? С задней. С задней. Нет, с задней прикреплена. С задней прикреплена. Она прикреплена вот здесь, вот к основанию лопат. Вот как. Опа. Вот. Хорошо. Назад вы можете отвести? Как расположены мышцы, а то здесь все выпадают. От плечевой кости к лопатке. Ага. Если вы берете лопатку, сможете ли вы двигать руку? Нет. Нет. Не только к лопатке. А вот такое движение вы можете сделать? Да. Ага. Ключица. Конечно. Итак, у нас с вами на грудную клетку, на грудную клетку одето костяное кольцо. Спереди две ключицы, вот так идущая, а сзади две костяные пластинки, которые как называются? Лопатки. Вот здесь с боков они сошлись и образовали основания плечевого сустава. Скажите, пожалуйста, лопатки и плечица относятся к осевому скелету или уже к скелету конечности? Конечно. Без них конечности просто не работают. Вот та часть скелета конечности, которая находится в туловище, будет называться пояс конечности, это часть скелета конечности, находящаяся в туловище. Называется пояс конечности. А часть скелета, которая торчит на улицу, будет называться скелет свободной конечности. Вот тут все то, что идет после плечевого сустава, это свободная рука. А там в туловище находится пояс передней конечности. Отлично. А как называется пояс задней конечности? Таз. Это пояс задней конечности. Таз. Ровно те же самые задачки, что уходит в скелетие конечности. Не только прикрепить свободную конечности, но еще и мускулатуру закрепить. Я делаю вот такое движение ногой, которое на самом деле самое главное при ходьбе, беге, прыжках. Вот это движение. Я отложу ногу назад. При этом понятно, что если вот это надо опорное, то я отталкиваюсь от земли. Это понятно? Проталкиваю тело вперед. Подумаю, где должна быть расположена мышца, которая оставляет ведро качаться назад. Качаться назад. Я не люблю. Вот видите здесь. Смотри, задача вот такая. Человек в прошлом. Задача. Отвести ногу вот так. Задите к гостю. Скажи, где нужно что-то. Опа. Да. На самом деле, вы заметно размахнулись. Принцип абсолютно верно. Но вот сейчас вы увидите, что получится, если вы так поставите мышцу. На самом деле, да, действительно, эти мышцы закреплены вот здесь, в зале, к тазовым костям. И вот здесь, вот, к бедренной кости. Если эти мышцы сокращаются, то уменьшаются вот это расстояние, сокращаются. И вот нога поет. Называются эти мышцы большие ягодичные. Вот они. Их задача двигать ногой назад. Так? Но если вы эту мышцу довели вот сюда, от заколенки, то есть, пока у вас он поет, от заколенки, то окажется, что вам не хватит мест для других мышц. Скажите, а в коленях надо уметь сгибать ногу? Да. Ага. То есть, нога еще должна уметь делать вот такое движение. Ну-ка подойдите, покажите, короче, где должна быть расположена мышца, мышца, сгибающая ногу в колену. Здесь? Да. Здесь. Ага. Но она, вы сделали совсем слабенькую мышцу. Вы сделали такую малюсенькую, что она усиленнее рзавеет. Да, коль-коль. Вы сделали мышцу чуть более сильную. О-о-о! Блесно. Да, народ. Значит, для этого предложения, давайте, прежде чем чертить, попробуйте сначала подумать головой. Если мышцы проходят таким образом, да, сможете ли вы согнуть ногу в коленку? Нет. У вас же в этом месте вот такой слой мяса лежит. Да? В результате, даже если мышца сократилась, да? И зачем сил сократилась? Нога все равно не садилась. Нога все равно не садилась. Да. Давай. О, более разумно. Но поскольку эта мышца одна из самых сильных мышц нашего тела, она реально очень сильная, то и размер ее велик, и она вот сюда идет. Там же стоим, но мы начали гулять. Понятно? Поэтому, нельзя точки крепления ягодичной, не должны. Здесь другие мышцы, здесь их работают. Да? Значит. Хорошо, а теперь, а теперь, вот когда вы, допустим, сбежали, все откалкиваетесь, прыгаетесь, да? Последнее движение будет. Это же стремление бедра, колена, или стопы. 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 То есть, на самом деле, важнейшее значение, при вашей хорьбе, имеет возможность вот этого движения. Разгибание стопы. Давайте этот участок нарисуем крупнее. Дальше. Кто может подойти к химии и показать, как подведены мышцы, разворачивающие стопу, то есть, совершающие вот такое движение. Вась, давайте, вот. Ой, вы с двух сторон отставок поставили мышцы. Что произойдет с положением сустава, если они одновременно скрытые? Если они не хотят снять обращение, а вопрос, какая мышца вот эта действия, совершающая? Вот эта. Вот эта. Тогда более-менее правильно. Затем отключение, что это одна из самых сильных мышц нашего тела. Обратите внимание, обратите внимание, я стою на цирочке, да, на одной ноге могу сделать? Да. два, раз, два. Значит, это мышцы что делают? Мышцы совершают патологическую работу. Обратите внимание, вот эта косточка отошла немножко назад, вот так, а эта косточка выдвинулась назад. Это пяточная кость. К ней разошла сухожилия мышца. Мышца лежит вот где, вдоль голени. Вот она. Вот. Большая икроножная мышца. Ее задача – отведение стопы. Вот это сухожилия не-эмисовская. Эмисовская. О, ведущая от икроножной пяточной кости. Кто знает, как называется это сухожилия? Смотрите. Был такой древний греческий герой, мапочка которого, которая была водной богиней, в свое время упала его в стиксе в реческое забвение, и из-за этого тело его стало ну так скажем, непроницаемым для оружия. Так? Но при этом она держала своего детеныша за пятку. Когда его полоскала в стиксе, значит, что это за герой такой? Оселес. Оселесову сухожилия. Оселесову сухожилия. Вот она. Идущая от ограниченной мышцы к пятнышной кости. Так? Мы начали с вами сегодня самую основу восьмичную. Во-первых, мы с вами создали представление о разных типах деталей, деталей, из которых построен скелет. Немножко поговорили о том, как построена костная, скаливающая, и о том, какие типы соединения между костями бывают. Выделили три типы соединения. Разобрались с рунком костей и с необходимостью речевых ставок между ними для задорного роста. И стали разбираться с блоком скелета. Выделили два основных блока. Осевой скелет, выделенный здесь желудочно-зеленым, и скелет конечности, который здесь был. при этом выделили скелет конечности. Пояс конечности и скелеты свободно-конечности. И немножко сейчас говорим о том, как они все устроены. Зачем так? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...